Я думаю, что Химки в целом во многих компонентах все-таки сильнее нас. Это с одной стороны. И может быть поэтому все-таки у нас мяч упорно не идет, ворота вроде бы в благоприятных каких-то ситуациях, моменты мы создаем, а у них залетает великолепное ударство штрафного. Конечно, какая-то траектория тоже мяч вильнул влево-вправо и залетел с приличной такой силой, но все ведем. Потом этот же, ну у них отличается этим, этот игрок Полярус. У него вообще очень сильный удар, точный. Он и в предыдущей игре метров чуть не с 30 чайки забил, 1-0 они выиграли. И тут в третий мяч, опять же, на его совести, так скажем, проиграл мастерство парень. У нас то в перекладине, то где-то рядом со штангой. Но сказать, что игроки не стремились выкладываться на поле, я не могу. Я в первую очередь могу констатировать, что, конечно, наверное, сильнее, удачнее мыли сыграть. Но результат такой, какой есть, получили. Видимо, пока такой заслуживаем. Пожалуйста, вопросы. Сергеич, ну ситуация кажется уже критичной. Какие-то ближайшие планы, выхода из этой ситуации, понятно, до заявок нет. За счет чего можно мобилизовать игроков и вывести эту ситуацию, хотя бы из зоны вылета выйти. Потому что впереди, опять же, матчи с лидерами и будет нелегко. Ну, вы знаете, рецепт всегда один и тот же. Это тренироваться, тренироваться и сто раз еще тренироваться, отрабатывать то, что хотелось бы показывать, необходимо показывать на поле. Даже не хотелось бы то, что необходимо показывать на поле. Рецепт всегда один и тот же и практически для всех. А мобилизовывать игроков надо постоянно, но сказать, что они безответственно вели себя на поле, у меня нет основы. – Понятное дело, что после такого счета команда, очевидно, подавлена уже в среду кубковый матч с Тулой. Сейчас, прежде всего, важно психологически восстановиться, потому что Тул – это принципиальная игра, это такое дерби. – Да у нас каждая игра принципиальная практически. Прежде всего из-за того, что все же понимают, что очков-то нет, что их надо набирать. И не так-то просто. Собрались, вышли и давай всю первую лигу обыгрывать. Длительный процесс, кропотливый, не такой простой. – По стартовому составу с Арсеналом, возможно, есть у вас какие-то мысли, может быть, кто-то получит практику, кто меньше ее получал в прошлых матчах? – Ну, сначала ведь надо будет проанализировать, посмотреть тщательно этот матч со скамейки запасных. Немного-то увидишь. Для того, что надо будет более четко видеть, надо будет посмотреть, кто в каком состоянии, будут ли серьезные какие-то сейчас по горячим следам бывают, игроки не чувствуют каких-то повреждений. – Вообще, конечно, хотелось бы дать и другим ребятам еще игровую практику, с одной стороны. С другой стороны, все вокруг не говорят, что это принципиальный матч. И как быть? А через три дня опять играть? И в первенстве очков нет. Так где же приоритеты выстроить? – Еще вопросы? – В общем, когда не выигрываешь, то что не делай, получается, делаешь ты все не так. – Олег Дмитриев, скажем так, выпал из обоим основного состава по какой причине? – В какой-то момент он стал не так эффективно действовать, как в начале. Поэтому, собственно говоря, в какой-то момент все-таки появилась у нас конкуренция. Она движущая сила, и ни за кем место не гарантировано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова